Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Хотел бы поговорить о значении гистологического исследования лимфатического узла в диагностике лимфом, о дифференциальной диагностике лимфом. Ну, давайте начнем тоже с тестовых вопросов. Вот первый вопрос. Что характерно для лимфома Беркета? Это высокая пролиферативная активность, быстрый рост, высокая частота экстренодальной локализации? Или здесь все верно? Ну, я, наверное, сразу дам правильный ответ, что действительно все ответили верно. Все три перечисленных характеристики, да-да-да, они действительно справедливы для лимфомы Беркета. То есть, высокая пролиферативная активность, в общем, она измеряется в индексе Ки-67, она коррелирует с быстрым ростом, но, в общем, это зависимость нелинейная. То есть, есть лимфомы, где Ки-67 100%, а рост не такой быстрый, как у лимфомы Беркета. Ну и, кроме того, для Беркета действительно характерна высокая частота экстренодальной локализации, например, илеоцикальный угол. Поэтому здесь все верно. И следующий вопрос. Это какой из перечисленных маркеров имеет одновременно предиктивное и одновременно диагностическое значение в классической лимфоме Ходжкина? Это CD30, CD20, ALK. Это кинозан пластической лимфомы. Да, действительно, тоже вот сейчас во время голосования немножко отличный результат от предварительного. Здесь действительно все ответили правильно. Одновременно диагностическим и одновременно предиктивным маркером является действительно поверхностная молекула CD30, которая, в общем, не на всех лимфомах Ходжкина экспрессируется. То есть, во-первых, мы уже сказали о неклассической лимфоме Ходжкина, где она почти во всех случаях негативная, имеет место, экспрессия CD30. В классической лимфоме это самый постоянный, пожалуй, антиген, имеет очень важное диагностическое значение, хотя не стоит ставить знак равенства между молекулой CD30 и лимфомы Ходжкина. Есть масса других лимфом, и не только лимфом, которые позитивны на CD30, поэтому диагноз многокомпонентный. Ну и второе значение этой молекулы, конечно, предиктивное, потому что при наличии экспрессии CD30, это, в общем, показания к назначению брентоксимаба, то есть, пациент будет чувствительен к данному препарату. Ну, теперь поговорим о гистологическом исследовании лимфоузлов. В общем, вот такой классификацией мы пользуемся. Сейчас у нас имеется пересмотр уже четвертого издания классификации опухоли гематопоэтической лимфоидной тканей. Вышла в 2017 году. В общем, по бюрократическим причинам она не называется пятым изданием. Ну, в общем, для того, чтобы заниматься дифференциальной диагностикой, конечно, нужно знать, представлять себе хотя бы то многообразие лимфом, с которыми мы имеем дело, и внутри которых нам нужно провести дифференциальный диагноз. Вот если мы говорим о структуре бэклеточных лимфом, ну, вот здесь мы не говорим о лимфоме Ходжкина, уже все остальные неходжкинские лимфомы бэклеточные, да, больше всего это, конечно, диффузная бэклеточная, крупноклеточная лимфома, в общем, ее варианты. Это фолликулярная лимфома, дальше, в общем, вы видите, соответственно, малк-лимфома, ну, это как бы вариант лимфома маргинальной зоны, да, в экстронодальных локализациях. Ну, хронический лимфоликоз, безусловно, и вот еще множество других лимфом, которые занимают очень небольшой процент, но, в общем, знать о них, безусловно, надо, да, потому что среди них, кстати говоря, находится лимфома Бёркетта, которую нужно дифференцировать с бэклеточной, крупноклеточной, диффузной лимфомой. Есть, в общем, нозологии, которые раньше считались промежуточными между ними, а теперь, в общем, эту нозологическую единицу убрали, и мы должны прибегать к молекулярному исследованию для того, чтобы уточнить диагноз, а не просто ставить как бы промежуточную форму. То есть мы должны склониться к тому, это лимфома с дабл-хит или трипл-хит, с перестройками генов CMYC-BCL2 или BCL6. Ну, или если мы не можем выбрать ни один из вариантов по формальным причинам, тогда выставляется просто диагноз без уточнения, бэклеточная лимфома high-grade, то есть высокой гистологической степени злокачественности. Поэтому, в общем, даже все эти редкие варианты необходимо себе представлять. Вот таким образом выглядит структура Т-клеточных лимфом. Она тоже, как вы видите, очень многообразна, и о ней, безусловно, нужно знать, потому что, когда мы имеем дело с биоптатом, мы еще не знаем, лимфома Б-клеточная или Т-клеточная. В общем, существуют всевозможные маски. То есть, например, в одном и том же лимфоузле мы можем видеть картину подозрительную на Б-клеточную лимфому. На самом деле эти клетки являются как бы реактивными, а менее подозрительные лимфоциты, которые выглядят как фоновый инфильтрат, на самом деле представляют из себя Т-клеточную лимфому. Поэтому, конечно, об этих лимфомах тоже помнить обязательно нужно. И, в общем, как вы видите из диаграммы, самая частая лимфома – это периферическая, это клеточная лимфома, за ней следует ангиомонобластная, это, в общем, родственная иенозологическая единица, ну и другие редкие подтипы. Ну, в общем, поговорим о биоптии лимфоузла. Какие показания к первичной биоптии лимфоузла? Это, конечно, персистирующая лимфоаденопатия. В общем, безусловно, в ходе гистологического исследования мы не только диагноз лимфомы можем поставить, и вообще лимфому в некоторых ситуациях необходимо исключить. То есть, вообще, показано пациенту лечение как онкологическому пациенту или нет, или это может быть, например, инфекционный, вирусный процесс. Ну, наверное, таким самым характерным и коварным примером является инфекционный мононуклеоз, при котором картина может напоминать и лимфому Бёркет, и диффузную Б-клеточную, и крупноклеточную лимфому, и лимфому Ходжкина. Тем не менее, это всего лишь реактивный инфекционный процесс. Вот, поэтому, значит, при персистирующей лимфоаденопатии показана биопсия лимфоузла. Ну, есть определенные правила забора. То есть, как правило, желательно забирать наиболее крупный лимфоузел, желательно самый глубоко расположенный и наиболее атипично выделяющийся, в общем, по различным рентгенологическим методам исследования, то есть, которые пациенту выполнили до забора биопсии. Ну, в общем, критерии, которые мы оцениваем при исследовании биоптата лимфоузла, это первое, это как бы крупная гистология, то есть, это гистархитектоника, это сами опухолевые клетки, это паренхемы лимфоузла, иными словами, не всегда, да, опять же, это опухолевые на самом деле клетки, это, в общем, лимфоциты. И, кроме того, второй, значит, параметр – это строма, ну, о которой я скажу еще позже несколько слов, и это микроокружение, которое, в общем, имеет существенное значение и для диагноза, и, в общем, сейчас тоже микроокружение в разных опухолях, в том числе и в лимфомах – это новое направление, потому что на микроокружение можно воздействовать, поэтому иногда его даже имеет смысл отдельно описывать. И кроме гистархитектоники, более крупных параметров, мы оцениваем цитологические признаки опухолевых клеток, ну, и не только опухолевых, в том числе, и, может быть, реактивного фонового инфильтрата – это их ядра и цитоплазма, их характеристики. Ну, вот, когда мы говорим о, в общем, архитектуре лимфоузла, мы вот основываемся на строении нормального лимфоузла, мы не забываем, что у него есть корковое вещество, у него есть мозговое вещество. В корковом веществе есть такие, в общем, важные вещи, как фолликулы, есть первичные, которые состоят только из одной мантины зоны, есть вторичные фолликулы, у которых есть герминативный центр, где, в общем, активно размножаются лимфоциты, вот, и отбираются по степени восприимчивости антигенов. И, в общем, помним, что в нормальных вторичных фолликулах герминативные центры поляризованы, то есть имеют, ну, здесь это, к сожалению, не показано на схеме, а светлые и темные зоны, что, в общем, говорит о том, что лимфоузел нормальный, ну, то есть не опухолевый, а, например, если мы говорим о фолликулярной лимфоме, которая является Б-клеточной, ну, классической я не говорю сейчас о Т-клеточной фолликулярной лимфоме, о редком варианте, то там как раз мы обращаем внимание прежде всего на наличие даже, может быть, казалось бы, нормальных фолликулов, но с отсутствующей поляризацией герминативных центров. Ну, вот, наглядно хотелось бы представить очень такой характерный, пожалуй, пример, классическая лимфома Ходжкина, о которой мы много говорим. И, в общем, ко всему прочему, к ее социальной значимости, наверное, с точки зрения гистологии, здесь имеет примерно равный вес и архитектура опухоли ее, крупные какие-то параметры, и цитология. То есть, вот если мы видим, да, на малом увеличении смотрим, то это, в данном случае, надулярный склероз классической лимфомы Ходжкина. Мы видим вот такие или поля неправильной формы, или нодули в идеальном варианте, которые окружены более или менее плотным фиброзом. И, в общем, нодули представляют из себя скопление малых лимфоцитов с разной степенью примеси других иммунных клеток. То есть, это могут быть гранулоциты, узенофилы или нейтрофилы, гистиоциты, иногда плазмоциты. В общем, соотношение их очень варьирует от случая к случаю. Это тоже предмет, в общем, для отдельной дискуссии. То есть, например, считается, что если большое количество узенофилов, это хороший прогностический параметр. Хотя, в общем, например, если мы говорим о малых лимфоцитах, то среди них многие являются, на самом деле, как бы лимфоцитами-регуляторами, которые создают, наоборот, не борются с опухолью, а создают толерантное микроокружение для этой лимфомы. В общем, есть исследования, которые показывают, что практически ни одна клетка там, в общем, как бы не полеживает без дела и, в общем, обеспечивает эту лимфому. Вот, поэтому, значит, на нее можно, вероятно, тоже нацелить терапию. А если мы смотрим на большом увеличении, в общем, вторая картинка, то мы видим эти крупные, очень характерные клетки Ходжкина, если они одноядерные, если они, в общем, двуядерные или имеют две доли в ядре, то они, ну, как правило, называются клетками Ридж-Штернберга. Это как бы их подвариант. Вот, ну, безусловно, вот есть классические варианты, которые вы видите перед собой. Действительно крупные клетки с более-менее обильной цитоплазмой, крупным очень ядром и крупным ядрышком. В идеале оно должно быть размером с малый лимфоцит. Конечно, мы понимаем, что это азбучные определения, не всегда в реальной жизни мы это видим. Особенно, если мы сталкиваемся с артефактами обработки материала, конечно, мы видим все не так, как написано в книжках. Вот, ну, в общем, здесь поэтому цитология имеет тоже очень большое значение. Вот, если мы говорим о неходшкинских лимфомах, здесь, в общем, больше как бы разнообразия, наверное, в архитектуре. Вот, одна из самых частых вариантов изменения архитектуры лимфоузла – это вообще стирание рисунка лимфоузла. Вот, как вы видите, у нас только небольшое количество на малом увеличении резидуальных нормальных действительно фолликулов вторичных имеет место быть. Все остальное – это диффузный инфильтрат лимфомными клетками. На второй картинке на малом увеличении просто мы эту же картину видим более отчетливо. Вот, ну, в общем, поговорим. То, что, может быть, клиницистам более интересно – это виды биопсии. То есть, первое – это пункционная биопсия. Она бывает тонкоигольная и толстоигольная. При тонкоигольной мы фактически имеем цитологический препарат – мазок клеток. При толстоигольной – это, в общем, трепанобиопсия – это столбик ткани. Инцизионная биопсия – это значит, что мы не целиком удаляем опухоль, ну, как бы не целиком удаляем пораженный лимфоузел, берем из него только фрагменты. Вот, или экстазионная биопсия, если мы удаляем целиком пораженный лимфоузел. Ну, в общем, каждый метод имеет свои преимущества и свои недостатки. Если мы говорим об экстазионной биопсии, к преимуществам этого метода относится, конечно, это золотой вообще стандарт диагностики лимфом, первичной диагностики, или, наоборот, исключение наличия у пациента лимфомы. Это сохранность всех структур лимфоузла, то есть мы можем в полной мере оценить архитектуру, и, в общем, это особенно важно для случаев лимфом. К сожалению, они редко бывают, но, тем не менее, они очень коварны. Это парциальное, минорное вовлечение ткани лимфоузла, когда при проведении, например, трепанобиопсии мы можем просто промахнуться. Это, например, бывает при агрессивных лимфомах, при анапластической лимфоме. Опухолевые клетки могут иногда даже имитировать эпителиальные опухоли, то есть выглядеть как метастаз, заполнять фактически субкапсулярный синус. И всё, весь остальной лимфоузел не поражён. Только при экстазионной биопсии мы действительно можем достоверно поставить диагноз. Ну вот, да, безусловно, мы можем сравнить гистоархитектонику опухоли и взаимоотношения с нормальными структурами лимфоузла, резидуальными. И мы можем, конечно, широко использовать всевозможные дополнительные методы исследования во всевозможных рекомендациях международных. В общем, даже показаны схемы, как можно делить крупный лимфоузел на части. Часть отдавать на гистологию, классическую часть на эмуногистохимию, часть на цитогенетику, часть на ПЦР. То есть у нас много материала, нам есть где развернуться. Но есть, конечно, и свои недостатки. То есть, безусловно, это сложность, потому что мы фактически целый орган удаляем, хоть и маленький. Это травматичность мероприятия. Это, в общем, нельзя недооценивать. Вот, есть, в общем, тонкоигольная пункционная биопсия. У нее тоже есть, конечно, свои преимущества. Это скорость, это действительно очень быстро, просто, и, в общем, малая травматичность этого вмешательства. Но есть очень существенные недостатки. То есть, если мы говорим о первичной диагностике опухоли кровитворной ткани, безусловно, ну, в общем, этот метод, как правило, является неадекватным. То есть, нам действительно очень мало материала. Мы совершенно не можем оценить гиста-архитектонику. А если мы говорим о лимфомах, опять же, с парциальным вовлечением, или о лимфомах, ну, например, там, не с диффузным типом роста, да, когда там весь лимфоузел заполнен лимфомой, или о лимфомах, где цитология имеет низкое значение, то есть, там, не о лимфоме Ходжкина, то есть, иногда опухолевые клетки могут иметь минимальную атипию цитологическую, нам необходимо видеть архитектуру, то мы, конечно, её здесь оценить совершенно никак не можем. Вот. И, конечно, это ограниченная возможность использования дополнительных методов исследования. Во-первых, потому что материала мало, а во-вторых, потому что для цитологии, в общем, ну, как правило, используются другие реактивы, в общем, или если они используют реактивы, предусмотренные для залитых в парафин срезов, то, в общем, результаты могут быть сомнительные. Вот. Если мы говорим о трепанобиопсии, ну, это уже такой более-менее промежуточный метод, то есть, с одной стороны, его просто довольно выполнить, он мало травматичен, а с другой стороны, конечно, есть недостатки. Это всё ещё ограниченное количество материала, это деформация, безусловно, материала. Полностью гистоархитектонику мы не можем оценить только отчасти в пределах столбика ткани. Ну, и, конечно, поскольку материала мало, мы ограничены в возможности дополнительных методах исследования, а если мы говорим о лимфомах, то нужно помнить, что мы часто используем иммуногистохимию и не одну панель. То есть, мы используем панель за панелью. При каждой следующей панели лаборант вынужден подрезать парафиновый блок с материалом, ну, для его подравнивания, для нормального проведения чистовых срезов. Это, конечно, опять же, мы расходуем материал, при трепанобиопсии его и так мало. Вот. Ну, кстати говоря, может быть, для морфологов это будет интересно, если они нас слышат. Иногда имеет смысл, если вы сразу знаете, что вы заведомо будете разветвляться по, ну, скажем так, древу иммуногистохимического метода исследования, у вас будут второй и третий этап, то имеет смысл сразу просить лаборанта делать, ну, там, приблизительно вы прикидываете, какое вам нужно количество срезов, вы храните сначала в термостате, потом в холодильнике, и вы их затем уже используете, таким образом очень себе помогаете в исследовании, не теряете материал. При инцизионной биопсии, если мы говорим, да, вот о, ну, как бы тоже в таком промежуточном варианте, с одной стороны, здесь, конечно, больше объема материала, уже можно вполне неплохо оценить, но все еще отчасти гистархитектонику, шире возможность применения дополнительных методов исследования, тем не менее, вот он собрал недостатки от всех предыдущих методов исследования, то есть, с одной стороны, он такой же сложный, как экстезионная биопсия, почти такой же сложный и травматичный, и там требует анестезии, в общем, и при этом же при всем имеется выраженная деформация материала, и тем не менее, есть нарушение архитектоники. Вот, поэтому, в общем, следует задуматься, может быть, сразу вы можете выполнить экстезионную биопсию. Вот пример инстезионной биопсии, такой совсем неудачный, здесь, казалось бы, материал это не так мало, да, то, что есть на стекле, но вот обведено на второй картинке маркером тот фрагмент, который реально явился диагностически значимым, то есть, может случиться так, что все остальное это или некротические массы, или, в общем, там, фиброз, или какая-то нормальная ткань, да, то есть, особенно имеет смысл об этом помнить, если у пациента уже проводилась химиотерапия, то есть, опухоль умирает, конечно, там большое количество, может быть, некротической ткани, для верификации, вот, может быть, очень мало материала. Ну, стоит, я думаю, хотя, казалось бы, это такое простое и понятное все, но, тем не менее, напомнить о фиксации материала, то есть, это очень важно, что материал, чтобы мы с ним нормально работали, для того, чтобы морфологическая картинка не менялась, и адекватными были молекулярные методы исследования, без которых сейчас никуда, это, конечно, адекватная фиксация материала и вовремя, он не должен пересекать, материал не должен подвергаться аутолизу, это 10% нейтральный забуференный формалин, безусловно, непосредственно после взятия фрагментов, и очень важно помнить объем фиксирующей жидкости, то есть, это не какой-то огромный лимфоузел, который иногда имеют место быть в маленькой баночке с, там, 5 мл формалина, объем фиксирующей жидкости должен быть 1 к 20. Вот, ну, дополнительные методы исследования, которые мы применяем, это, конечно, гистохимические окраски, это обзорная окраска гемотоксилина и азина, это самая частая рутинная окраска, это уже метод, который много чего позволяет нам сделать на первом этапе, затем это иммунофенотипирование, которое сейчас очень широко применяется, это иммуногистохимия, всем известная, фиш исследования, это флюоресцент ин-ситу гибридизации, вот, ну, здесь еще не указано в определенных ситуациях, это хромогенная ин-ситу гибридизация, метка является хромогенной, а не флюоресцентной, например, это очень важно для определения Эпштейн-бар-вирусной инфекции, в некоторых лимфомах она, в общем, категорична для установления нозологической формы, и в некоторых, скажем так, лимфомоподобных, на самом деле, неопухолевых процессах, тоже нам необходимо определять наличие вируса Эпштейна-бар в клетках, вот, кроме того, это, конечно, PCR-полимеразная цепная реакция, в общем, на определенные специфические поломки, это клоналити-тестинг, определение клональности, особенно это вот важно в Т-клеточных лимфомах, ну, и в Б-клеточных тоже, мы говорим, конечно, о реаранжировке Б-клеточного и Т-клеточных рецепторов. Вот иногда, в редких, но тем не менее, случаях в коварных ситуациях, нам необходимо к этому прибегать, для того, чтобы вообще понять, что у пациента есть лимфома, что это нереактивный процесс. Но самое печальное, что есть и реактивные процессы, моноклональные, а есть поликлональные лимфомы, когда уже внутри опухоли развиваются вторичные клоны. То есть тоже все это не абсолютно, к сожалению. Вот, ну и цитогенетика, это определение, безусловно, в общем, аномалии хромосом. Вот, ну и, в общем, соответственно, в наш репорт, который мы в идеале можем предоставить клиницисту, входят вот так перечисленные параметры, это данные даже макроскопического исследования, в общем, в лимфомах это тоже имеет место быть, я уже не говорю о крупных каких-то поражениях, да, например, при поражении, там, кишки лимфомы Бёркета, это даже, в общем, если говорить о классической лимфоме Ходжкина, она имеет очень характерные макроскопические часто, если это надулярный склероз. Картину это действительно такие, в общем, окруженные фиброзом нодули, утолченная капсула лимфоузла. Это данные микроскопического исследования, в общем, при, ну, скажем так, определенном дисбалансе между макро и микро, нам стоит задуматься, все ли правильно, правильным ли мы путем идем, поэтому макро тоже не стоит сбрасывать со счетов. Вот, и, ну, понятно, иммунофенотип, который не только подтверждает или уточняет диагноз, но еще и позволяет выявить предиктивные определенные мишени. Это цитогенетика, которую я уже сказал, и данные молекулярно-биологических исследований, в том числе ФИШ. Вот, ну и, в общем, последнее, на чем мне хотелось бы остановиться, это, в общем, трансформация лимфом при их прогрессировании. Это, в общем, пожалуй, недооцененный тоже очень важный пункт. Многие лимфомы, особенно, если мы говорим об эндолитных лимфомах, имеют свойство трансформироваться в более злокачественные, агрессивные формы при, там, последующем рецидиве. Поэтому, в общем, ну, вот видите, из статистики, там, по данным разных исследований, что где-то 2,5%, ну, хотя это и мало, но, тем не менее, это тоже существенный случай, за 5 лет у пациентов с хроническим лимфоликозом баклеточным происходит трансформация в диффузную баклеточную и крупноклеточную лимфому. Ну, это так называемый синдром Рихтера. Еще редко очень встречается трансформация в лимфому Ходжкина, но это, в общем, существенно редкие варианты. Вот, и где-то в 2 раза больше 5% при 5-летнем наблюдении у пациентов с лимфомой маргинальной зоны, или там ее вариантов, да, там, селезенки или малтлимфомы удается выявить трансформацию тоже в диффузную баклеточную и крупноклеточную лимфому. Это, в общем, запросто можно иногда выявить даже в пределах одной биопсии, как бы сосуществование еще предыдущей лимфомой маргинальной зоны и уже участки трансформации в ДБКЛ. Вот, за 9 лет наблюдений около 24, ну, то есть фактически четверти пациентов с фолликулярной лимфомой, то есть это очень существенный процент, прогрессируют в диффузную баклеточную и крупноклеточную лимфому. Ну, в некоторых случаях, кстати говоря, трансформация происходит с повышением просто грейда, но это тоже важно, в общем, насколько я понимаю, для выбора терапии. То есть, например, с грейда 1 или 2, которые как бы вместе относятся к одной прогностической группе, в грейд 3А или 3Б, которые уже очень близка к диффузной баклеточной и крупноклеточной лимфоме. Вот, и за 10 лет наблюдений около 12 пациентов, процентов с неклассической лимфомы Ходжкина, модулярный тип лимфоидного преобладания лимфомы Ходжкина, о котором мы уже сегодня много говорили, происходит прогрессия, хотя она сама является баклеточной лимфомой и высокой гистологической степени злокачественности, но, тем не менее, она может стать еще более агрессивной и трансформироваться в ДБКЛ, и, в общем, самый частый исход – это не просто ДБКЛ, не специфицированная, а это диффузная баклеточная и крупноклеточная лимфома, богатая Т-клетками и гистиоцитами. Вот, об этом тоже следует помнить. И еще, в общем, важная вещь, что иммунофенотип тоже меняется, безусловно, у пациентов при трансформации очень существенным образом, то есть, например, там иногда у пациента с лимфомомаргинальной зоной, это не значит, что если, ну, как бы, исходный иммунофенотип самой лимфомомаргинальной зоны, он как бы близок к клеткам постгерминальным, что ДБКЛ будет 100% постгерминальным. Это не всегда так, там иногда появляется экспрессия BCL6, и, может быть, и перестройка в гене BCL6, то есть, бывают аберрантные варианты экспрессии. И самое важное, существенное, что, например, если пациента лечили, конечно, ретуксимабом, да, или брентуксимабом, мы помним, что, безусловно, CD30 и CD20 могут перестать экспрессироваться. Это не редкие случаи. Поэтому при, опять же, прогрессировании все, что вот перечислено на этом слайде, очень важно для повторного взятия биопсии, и, в общем, исследование лимфомогистологическое и подвергание ее, кроме того, иммуногистохимическим и другим дополнительным методам исследования. Спасибо за внимание.